здравствуйте уважаемая аудитория ну если кто не читал тизер то я могу сказать что с люминесценцией мы сталкиваемся в повседневной жизни гораздо чаще чем думаем но для начала мы разберем некоторые основные термины которые помогут понять что же это такое ну для начала свет который воспринимает глаз человека это вот видимый свет он лежит в диапазоне 380 до 780 нанометров это электромагнитное излучение которое представлено потоком фотонов или как их еще называют квантов света чем более энергии чем больше энергии обладает фотон тем свет с меньшей длиной волны ему соответствует то есть синий свет это поток фотонов с наибольшей энергией красный соответственно с наименьшей как вы знаете а там состоит из ядра и электронов которые движутся вокруг него по каким-то орбиталям так вот электроны обладают определенной энергией причем значение этой энергии строго нормируются то есть нельзя сказать что электрон может принимать любые значения энергии лишь те которые задаются определенными квантово-механическими законами согласно этому выделяют энергетические уровни это по сути характеристика электрона по его энергии чем ниже энергетический уровень тем меньше энергии обладает электрон при этом переходить электроны могут между этими энергетическими уровнями поглощая энергию то есть как вы видите это переход на более высокий уровень сопровождается поглощением кванта света а переход на более низкий выделением вот на этом и основан принцип люминесценции при переходе электрона с более высокого энергетического уровня на более низкий выделяется квант света причем его энергия равна приблизительно вот этой войны вот этой вот энергетической разницы между уровнем е 2 и 1 это лучше всего понять по диаграмме яблонского такая вот сложная диаграмма но сейчас я объясню для начала наше вещество должно поглотить квант света то есть электрон получает эту энергию например от синего света и ультрафиолетового света и переходит на более высокий энергетический уровень это с 1 что вот эти вот за маленькие полосочки это так называемые колебательные уровни они возникают вследствие взаимодействия орбиталей одного атома с орбитальными другого в составе молекул при этом электрон когда поглощает квант свет он переходит на один из этих колебательных уровней не обязательно самый низкий например вот на самый верхний вот уровень затем он спускается по этим колебательным уровнем на самый низкий колебательный уровень вот с 1 самая низкая жирная черта при этом энергия рассеивается в виде тепла то есть часть энергии поглощенного кванта света этим электронам уходит в виде тепла и и затем лишь при переходе с с 1 на и с 0 вот оранжевые стрелки это и есть флюоресценция это подвид люминесценции когда мы на вещество светим каким-то светом и она в ответ излучает свет с другой длиной волны потому что квант света и спускается с меньшей энергии поскольку у части энергии рассеивается вот при этих вот зеленых переходах это вот колебательная релаксация по переходе по этим колебательным уровнем стоит отметить что переход с с 1 на и с 0 не обязательно сопровождается выделением кванта света этот переход может осуществиться без выделения кванта света энергия просто уйдет в виде тепла то есть кпд есть такое понятие как кпд и люминесценции или световой выход вот о чем я говорил то есть всегда если мод облучаем наше вещество синим светом энергетическим высокоэнергетическими квантами света вот синяя кривая поглощение то свет на выходе мы получаем с большей длиной волны он менее энергетический так называемый сток со вздвиг есть потеря энергии проще всего это наглядно можно продемонстрировать на вот такой вот картинке как вы видите это вот у нас синий светодиод он излучает свет с длиной 400 440 нанометров приблизительно в синим диапазоне этот цвет поглощается веществом и она начинает светиться зеленым то есть где-то 500 550 нанометров происходит потеря энергии но что же произойдет если мы прекратим облучать вещество например ультрафиолетовым светом последует прекращение афлюоресценции и все то есть пока мы облучаем вещество она светится зеленым например прекращаем она перестает светиться но в некоторых случаях возникает дополнительное явление так называемая фосфоресценция это по сути та же алюминисценция но затянутая во времени это связано с одной из характеристик электрон а сейчас я об этом расскажу так называемый спин электрона спин электрона это некая параметр частицы параметр электрона который характеризует его собственный момент импульса это страшные слова квантовая механика до сих пор квантовые в квантовой физике нет четкого определения что что такое спин но без этого без этой величины не решаются многие уравнения поэтому решили ввести такую величину так вот электроны друг относительно друга могут располагаться двумя образами методами например когда у них одинаковый спин от параллельный вот верхняя триплетное состояние это когда они направлены в одну сторону можно так сказать и синглетная когда они направлены в разные стороны так вот фосфоресценция возникает за счет того что при переходе с с 0 в с 1 электрон не меняет своего спина то есть у нас поглощается кванцвета некоторый электрон переходит на более высокий уровень с 1 спин его не изменяется но в некоторых веществах возможен переход электрона из уровня с 1 некий уровень т1 т2 это триплетность т то есть электрон меняет спин такие переходы вообще в квантовой механики запрещены условно и правилами но в некоторых опять же случаях некоторые особенности в молекулах позволяют этим переходом все-таки осуществляться то есть электрон меняет свой спин этот переход затянут во времени поэтому после прекращения облучения вот эта энергия которая поглотилась веществом выделяется постепенно за счет вот этого перехода вот фосфоресценции соответствует красная стрелка когда электрон из триплетного состояния то есть когда он направлен параллельно с другим электроном переходит обратно на самый низкий энергетический уровень в основное состояние то есть вот именно за этого возникает сдержка теперь прежде чем переходить в другим видом люминесценции мы поговорим о применении ну многие из вас видели светящиеся таблички аварийного выхода каких-то других оповещений которые светятся в темноте такое применяется в случае какого-то аварийного отключения света то есть мы можем понять где выход также это применяется в измерительных приборах фосфоресценция в темноте облегчая считывание показаний то есть вот но у меня даже на часах стрелки фосфоресцентны если их некоторое время подержать на солнце то в темноте не будут светиться ну еще вот для развлекательных целей такие вот накладные фосфоресцентные ногти я встретил я встретил футболки все что душе угодно в научных целях применяется больше флоресценция то есть когда нет никакой задержки в излучениях вот например слева эта картинка изображение деления раковой клетки в которые были введены флоресцентные метки что облегчает наблюдение за процессом деления под флоресцентным микроскопом это целый есть раздел флоресцентной микроскопии справа это не рисунок красками флоресцентными это рисунок культуры бактерий в которые также были внедрены различные флоресцентные метки то есть культуру бактерий некоторых которые нанесли на чашку петри добавили флоресцентные метки там своими методами это в биологии делается и вот в ультрафиолете вот такое свечение происходит кроме этого это защита денег все наверно с этим сталкивались ну и какое-то искусство есть направления которые используют флоресцентный материал там дизайн дискотеклубов и так далее например еще флоресцировать может энергетические напитки могут флоресцировать это обусловливается наличием в них различных органических веществ например хинина вот в таких тониках вот в ультрафиолете он светится синим нет это не страшно пить это нормально ничего не вредно и куда же без энергосберегающих ламп здесь именно напрямую используется явление флуоресценции в этих лампах через пары ртути пропускается электрический разряд они начинают испускать ультрафиолетовое излучение типоры ртути то есть возникает ультрафиолетового излучения и она преобразуется видимый свет в белый путем поглощение этого излучения флюорофором который нанесен на стенки лампы вот этот белый слой то есть флюорофором и если вы заметили если вы такие такую лампочку выключите то некоторое время она еще будет светить таким слабым зеленым светом вот это вот и есть явление когда флуоресценции фосфоресценция возникает в одно и то же время то есть пока мы она горит флюоресценция выключаем остаток энергии медленно рассеивается в виде фосфоресценции ну и теперь перейдем более таким специфическим темам это хеми и люминесценция как известно многие химические реакции происходят с поглощением или выделением энергии большинстве случаев это происходит с выделением тепла например но в некоторых случаях например при окислении фосфора белого на воздухе он начинает светиться за счет того что энергия этой реакции выделяется не видеть тепла вернее часть этой энергии этой реакции выделяется в виде тепла а часть виде света это обусловно переходом электронов от одного атома к другому а там где у нас есть переход электронов возможно возникновение явления хеми люминесценции ну и самой люминесценции ну вот как на картине джосефа райта алхимик получает белый фосфор даем это свечение другой пример это люминол более специфический более специфическое вещество она при действии кислорода воздуха или перекиси водорода что там происходит атомы азота попросту попросту заменяются на атомы кислорода и сначала у нас образуется от молекулы в возбужденном состоянии там где электрончик находится на более высоком энергетическом уровне вот эта звездочка обозначает а потом когда он этот электрон возвращается в основном состоянии выделяется квант света и это выглядит вот так красиво впечатляющие это имеет еще другую другое применение в криминалистике раствор люминола наносят на предполагаемые следы крови в крови есть железо катионы железа они являются очень хорошими катализаторами этой реакции поэтому свечение люминола хеми люминесценция очень сильно усиливается усиливается и вот видите когда даже замытые следы крови можно обнаружить при помощи раствора люминола ну и наконец-то вот у меня браслетик многих тут тоже браслетики такие есть в зале это так называемый glow sticks или светящиеся палочки что же внутри также хеми люминесценция у нас есть там два сосуда в одном из них находится раствор эфира щавелевой кислоты некоего и флюорофор это вещество которое обеспечивает флюоресценцию а в другом сосуде перекись водорода когда мы их ломаем эти два вещества смешиваются я имею ввиду эфир щавелевой кислоты и вот он синенький такой он взаимодействует с перекисью распадается на две молекулы фенола это такие подробности и вот образуется вот такой вот цикл да хорошо допустим цикл зайчик который очень нестабильный он распадается очень быстро на углекислый газ но при этом энергия от этой вот реакции не рассеивается в виде тепла ну часть рассеивается конечно куда же без этого а передается на молекулу флюорофора то есть вещества которое способно к флюоресценции просто по сути энергия химической реакции используется для того чтобы возбудить молекулу флюорофора это не можно так сказать комбинированный метод хемиолюминесенция плюс флюоресценция затем этот флюорофор уже переходя в основное свое состояние выделяет эту энергию в виде квантосвета это довольно таки очень гибкая система поскольку цвет вот этого браслетика определяется не самой химической реакции а то какой флюорофор используется какой краситель дай вот какой краситель используется то есть зависимости от того какой краситель используется мы можем получить разные цвета более того совмещая несколько цветов можно получить другие цвета цвета то есть например синий плюс желтый дают белый ну и мы подходим к самой интересной теме это биолюминесценция по сути это в какой-то мере также хемиолюминесценции то есть свет возникает за счет химических реакций но что особенного дело в том что светоотдача светлячка больше чем любая известная лампа созданная человеком или любой из известный источник света то есть вся энергия образую образующаяся в результате протекания химической реакции уходит в свет они рассеются в виде тепла ну или как в лампе накаливаний там не хемиолюминесенции то просто нагревают нить и все она светится то есть светоотдача у него очень потрясающе почему так дело в том что свечение светлячков обеспечивается за счет окисления веществ их назвали люциферины от слова люцифер светонесущий это потом уже в христианской религии это люцифер в том плане он окисляется кислородом воздуха превращается в окси люциферин и выделяется квант света все бы ничего только вот природа больше в большинстве случаев оперируют с помощью все химические реакции контролируют с помощью ферментов их назвали люцифер азы ну азы это приставка к всем ферментам люцифер ну понятно более наглядно это можно представить следующий слайдом я не хочу чтобы вы вникали в эти формулы ну химики может посмотреть а вот что нас интересует вот этот вот интермедиат посмотрите вот этот вот четырехчленный цикл с кислородиками и мы его уже встречали в хемилюминесценции в светящихся палочках ничего не напоминает это вот тот самый интермедиат зайчик только вот в таком виде то есть человек копирует природу ничего обычного ну затем этот цикл распадается образуется окси люциферин вот он возбужденном состоянии ну и он переходит в основном его спускает квант света стоит отметить что у некоторых светлячков например они тут спирались ну простят меня биологи за мое произношение есть два центра которые светятся красный и зеленый так вот они обусловлены цвет биолюминесенция в этом случае обусловлен не различными веществами которые окисляются а лишь форма и окси люциферина которые образуются в возбужденном состоянии чем более щелочная среда чем менее она кислая можно так сказать тем больше преобладает зеленая форма такое можно сказать и нольная форма она излучает свет в зеленом диапазоне то есть когда образуется окси люциферин видео такой зеленой формы он переходит обратно в основное состояние спускает кванты света зеленый а более кислой среде красный то есть двух этих центрах одно и то же вещество только разная ph-среды разная кислотность вот и все очень у продуман ну и напоследок посмотрите на вот эту красавицу это медуза экворея более подробное название я не помню чем она примечательна исследование биолюминесценции было начато еще в тысячи девятьсот шестидесятых годах ученым осамой симамурой он их проводил аж до двухтысячных и в итоге он получил нобелевскую премию по химии за исследование механизмов биолюминесценции 2008 году что стоит отметить что для такой биолюминесценции не нужен кислород казалось бы реакция окисления энергия выделяется люминесценция все дела а здесь это биолюминесценция вызывается лишь наличием ионов кальция 2 плюс они взаимодействуют с белком акварином и выделяется синий свет но медуза светится таким зеленоматый синим осамой симамура более подробно изучил этот эту медузу и выяснил что в ней содержится еще один белок зеленый флуоресцентный белок или как его называть gfp аббревиатурой он поглощает как раз вот этот выделяющийся свет синий который образуется при реакции ну можно при взаимодействии акварина с кальцием 2 плюс он поглощает этот синий свет и преобразует вот зеленый классическая флуоресценция поглощаются кванты света с большей энергией выделяются кванты света с меньшей энергией то что мы разбирали в самом начале ну потом все-таки оказалось что не бывает ничего без кислорода окислитель все-таки нужен куда же без кислорода просто в белке есть вот такая вот простатическая группа называется цилиндрозин он вот видите связан пероксидным мостиком вот этими двумя кислородами с белком взаимодействие белка с кальцием 2 плюс они входят его в активные центры просто попросту высвобождает опять нами знакомый цикл зайчик или как его сказать интермедиат он уже потом распадается выделяется синий свет то есть там все дальше но вот для регенерации обратно акварина вот этой структуры нужен кислород вот поэтому не бывает ничего просто так ну интересные мышки исследования самосимамуры нашли очень широкое применение в микробиологии при помощи акварина производят анализ на кальций 2 плюс в биологических исследованиях он позволяет очень четко определить концентрацию кальций 2 плюс в образце а зеленый флуоресцентный белок используется для исследования экспрессии генов то есть как генетическая информация реализуется в организме вот такие вот зеленые флуоресцентные мышки модифицированные очень широко используются вот видите они под ультрафиолетом светится кстати вот следует там будет лекция про тех охоток я слышал что в университете Хенуэми ну в Каразино есть такие мышки более подробно может потом как-нибудь расскажем вот ну на этом все спасибо за внимание ну теперь вопросы да атомный реактор да есть такое излучение Вавилова-Черенкова наблюдается в ядерных реакторах это не чистая люминесценция она обусловлена лишь тем что электроны которые образуются в некоторых ядерных процессах в этом я в этом реакторе в водной среде то есть в охлаждающей жидкости которая используется для охлаждения реактора двигаются быстрее чем двигается свет в воде за счет этого возникает определенные физические явления я так не рассматривал это явление подробно поскольку это не чистая люминесценция это отдельный можно так же сказать вид свечения он вызывается лишь тем что электроны двигаются чуть чуть быстрее чем скорость света это не означает что они преодолели световой барьер нет просто скорость света в среде меньше чем в вакууме а ну там образуются можно так сказать некая интерференция волн за счет того что с электрончик немножко опережает свет и вот это вот вызывает свечение я как еще раз говорю я так подробно это не рассматривал можно можно сделать и более подробную лекцию термолюминесценции которая происходит при нагреве нет скорее всего там нет электроалюминесценции это вид люминесценции когда вызываемая потоком электронов которая можно так сказать попадает некое тело которое светится нет это попросту нагрев нити накала и пропросту тепловое излучение само люминесценция по определению это не тепловое свечение тела вот так да да вот ну первый пример это биолюминесценция светлячков есть такой можно так сказать эффект сальватый эффект его называют в люминесценции когда один одно и то же вещество в различных растворителях испускает свет с различной длиной волны а следовательно и частотой вот то есть это есть такой эффект это обуславливается сальватация этого вещества в определенном растворителе а вот эта сальватация изменяет немножко расстояние между энергетическими уровнями в предсвечении ну про лазеры на красителях я слышал да не а именно тоже на явлениях люминесценции насчет можно ли сделать лазер который будет в процессе своей работы менять с частоту скорее всего нет а вот путем подбора растворитель возможно изменять цвет этого лазера да а вот этот зайчик это c2o4 там 2 атом углерода 4 кислорода он распадается на углекислогаз при этом он передает вот эту вот энергию свою при распаде которые образуются молекуле красителя или флюорофора вот этот дай это и есть молекула флюорофора то есть в таких палочках используется обычные флюорофоры которые излучают свет при облучении ультрафиолетом например или каким-то другим излучением просто там эта энергия необходимая для перехода электрон в возбужденный уровень на более высокий получается не при облучении этого образца светом а при химической реакции да еще мощности излучения химилюминесенции так скажу все зависит от концентрации реагентов там обнаружено один очень интересный эффект когда при достижении определенных пороговых концентраций эфира и перекиси скорость реакции вообще перестает меняться излучение идет с постоянной интенсивностью с постоянной мощностью ну а чем больше это эти концентрации по сути тем больше мощность излучения пока это не достигнут этот порог а потом это все рассчитывается то есть я занимался этой темой там довольно таки интересная кинетика вот ну примерно так такие палочки да там еще идет эффект перепоглощение когда один кванты света которые выделяются поглощаются другим флюорофором за счет теряется мощность но это уже такая специфическая тематика можно так сказать что такая довольно таки средняя светящаяся палочка которая светится белым светом позволяет читать в темноте ну вот такая вот интенсивность это тут да вот то есть тут у нас сначала электрон приходит из нижнего энергетического уровня в верхней без изменения спина потом веду каких-то особенностей молекулы наличие каких-то тяжелых атомов дефектов кристаллической решетки возможен переход электрона с одного из одного состояния в другое синглентного в триплены изменяется спин электрон а то есть произвольно да у него был спин один он перешел вот на более ну выделив какую-то энергию перешел в другой спин это опять же там сложно довольно таки эффекты например в кристаллические решетки есть дефекты и они бы обуславливают этот вот то что часть электронов ловятся в эти дефекты происходит изменение спина можно так сказать сейчас я пойду в ту часть залах да северное сияние вызывается взаимодействием так называемых солнечного света с магнитным полем земли я не скорее всего я не слышал чтобы его выделяли как люминесценцию это отдельный по моему ну да возможно то есть я как бы эту тему не затрагивал не все возможно охватить ну если посмотреть вся суть флуоресценции само люминесценции это в переходах электронов из одного состояния в другое да хороший вопрос биологов ну можно так сказать это нет это не люминесценция там попросту вот эту часть все таки цветового фона который везде есть он отражается от зрачков в глазах собак кошек но опять же в полной темноте глаза светиться не будут нету этого светового фона до хемлюминесценцию заблокировать очень просто можно просто во первых не дать доступ окислителя к нему то есть в сухом виде люминол вообще не подвергается окислению а я понял хорошо вы хотите скрыть улики нет я не но я вопрос суть понял ну возможно что проще эту кровь получше отмыть или 100 химической точки зрения меня первое что приходит на ум это добавить какой-нибудь комплексообразователь который свяжет вот эти вот катионное железо в комплекс хотя я не думаю что это будет эффективный метод поскольку железо в крови находится в комплексе с гемоглобином ну это я такой темы даже не интересовался кстати самой кровью но естественно да 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 у различных видов есть различные виды люциферинов я знаю что есть виды скорпионов которые в ультрафиолете светятся то есть можно такие картинки я находил многие организмы кроме светлячков способны к хемилюминесценции некоторые видит виды червей грибов брыб и так далее там свои виды люциферинов это как бы общий класс ну происходит тоже хемилюминесценции ну вроде все а еще и еще раз я не понял а чтобы я раскрыл хорошо значит вообще это довольно таки тоже обширная тема дело в том что там применяется такой параметр как световая эффективность которая оценивает насколько глаз воспринимает излучение источника света можно так сказать что лампа накаливания это самый плохой источник света большая часть энергии которая им потребляется уходит в тепло люминесцентные лампы энергосберегающие это такой вот более выгодный более экономный источник света там тепловые потери очень небольшие светодиоды на самом на сегодняшний день это наиболее эффективные источники света там практически нет потерь тепла и их эффективность обуславливается лишь величиной световой эффективности вот это вот различной чувствительностью глаза к разным длинам волн вот то есть это свой параметр есть я это вопрос про антистоксовое излучение когда из более длинноволнового света мы должны получить коротковолновой то есть по сути увеличить энергию квантов света такие вещества есть которые проявляют антистоксовые свойства во многих случаях это обусловлен наличием в них ионов тяжелых металлов ланта но и до фактеноидов там и тербий тербий уран там пропросту два там например тербия поглощают кванты света и к а потом вот эту энергию передают на один атом например там цинка цинк сульфида и по сути потом вот эта суммарная энергия излучается виде одного кванта света суммарная энергия от 2 так называемая механизм сенсибилизации излучения все